Эсминец Джон Маккейн, названный в честь адмиралов отца и деда сенатора Джона Маккена, получил пробоину после того, как в него в темноте врезался танкер. Инцидент произошел в Южно-Китайском море, вблизи Сингапура. Десять моряков считаются пропавшими без вести. Это четвертый подобный инцидент с участием кораблей 7-го флота США, действующего в Тихом океане, с начала года. В январе крейсер «Антиэтам» сел на мель в Токийском заливе. В мае южнокорейский траулер врезался в ракетный крейсер «Лейк Чемплейн». В июне эсминец Фиджеральд столкнулся с контейнеровозом вблизи Японии. На его борту погибли семь членов экипажа. Командование 7-го флота сообщило, что причины инцидента расследуются. После расследования ЧП с участием эсминца Фиджеральд были сняты с должности его капитана несколько офицеров. По оценкам Международной морской организации, ныне моря и океаны пересекают около 105 тысяч кораблей, с которых более 100 ежегодно тонут по разным причинам. В период с 1977 по 2011 год 44 корабля затонули после столкновения. Это достаточно редкие аварии. Военно-морские корабли с их новейшим оборудованием не часто попадают в подобные аварии, поэтому последние события в США воспринимают крайне серьезно. Военно-морская газета Navy Times сообщила, что все корабли ВМС США на сутки приостанавливают операции. Кроме того, будет проведено детальное изучение применяемых методов безопасного кораблевождения.